И снова! Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Шуморо, и добро пожаловать на шоу по открытию кейсов Counter-Strike Global Offensive, дорогие друзья! Ну что ж, на предыдущем выпуске по открытию кейсов я просил вас написать, какие мы кейсы будем скрещивать в этот раз, ребята. Да, именно скрещивать, спаривать, заставлять их долбиться. Ну, в смысле, заставлять их биться между собой и показывать нам лучший лут, дорогие друзья. И, соответственно, многие ребята писали различные комментарии под прошлым открытием, но мне пришлось выбрать тот, который именно решил спарить кейсы, которые мы еще не спаривали. То есть в спайринге, в поединке. И написал этот комментарий «Канал Роуэ! 10 гамма кейсов! Весь 10 кейсов! Дикое пламя! Гоу в топ!» Говорит канал Роу, ребята, и спасибо тебе огромное, дружище, естественно, за это. А вот они, эти кейсы, но я решил приправить это все дело еще капсулами, капсулами, в которых лежат черепа, ребята. Один такой череп я уже наклеил на Драгонлор, ребята, и, соответственно, хотел бы еще. Подумал я, почему бы не поиметь такой череп еще, поэтому будем спаривать еще сегодня капсулы, ребята. Очень хорошее открытие, очень интересное, как мне кажется. Главное, чтобы Габенчик не подвел. Ну, а об этом мы узнаем, естественно, уже на выпуске, ребята. Поэтому давайте приступать, давайте сначала откроем кейсы операции «Дикое пламя». Давненько мы их с вами не выдрючивали. Здесь, кстати, довольно неплохой лутецкий топливный инжектор, очень дорогой. А М4А4 звездный крейсер только прямо с завода дорогой, но, тем не менее, тоже как бы интересные пушки. Также здесь выпадают, могут выпасть интересные ножи, типа Боуи, ребята, поэтому для меня этот кейс довольно интересен. Правда, Габен жопочка, хотел сказать я, и не дает нам даже фиолетовой, но тут Габен, ребята, делает нас валентными. Кстати, красивый скин, красивый очень скин, валентность мне очень нравится. Необычный такой среди всех фамасов, ребята, поэтому я довольно рад, я довольно рад, что Габен сегодня раздуплился и уже дает нам фиолочку. Неужели прошло то тяжелое время в стиме? Неужели они разобрались и надоили уже довольно большое количество пользователей, которые открывали только синьку? Нет, видимо, еще не надоили, ребята, и фамас был чистой случайностью. Ладно, давайте продолжать смотреть, не будем расстраиваться. Одна фиолочка у нас сейчас идет за кейсом Дикое Пламя, и, соответственно, мы пока не знаем, что нам выдаст Гамма, ребята. Уже две фиолочки, королевский легион, говорит Габен. Ёпта бля, посмотрите, Габен серьезно настроен сегодня выдавать нам став, мне кажется, ребята. Это уже неплохо, это уже неплохо, ребята, мы уже идем в нужном направлении, у нас уже есть заряженный тонус, посмотрите. Уже третья фиолочка выпадает, да нихрена ж себе Габен, да нихрена, да что ж ты творишь со мной, что ж ты такой щедрый ты сегодня. Почему это у тебя валится фиолочка за фиолочкой, неизвестно, ребята. Ответ на этот вопрос знает только Гейб, и вот он, синий некромант, прилетает следующим. Кусок говна всегда пролетает мимо нас, ребята, точнее, в нас прямо. И, соответственно, Габен не упускает возможности дать абсолютную херню с каждого своего открытия, ребята. И, ребята, снова ССГ в 0.8 некромант, видимо, реально кейсы в стиме решили вот так вот поиграть, пошутить с ССГ, именно с Диком Пламем. Ладно, не знаю, ребята, что будет. Топливный инжектор, в общем, звездный крейсер и нож нас интересует. Три из этих скина классные. Дракон, предводитель, только Статтрек меня интересует, а все остальное как бы так себе. Поэтому, ребята, продолжаем вскрывать, продолжаем вскрывать и надеяться на что-нибудь интересное, на что-нибудь вкусное. Вкусное. Н-да! Статтрек ССГ 0.8 некромант реально, ребята, был зафлужен сегодня в эти кейсы. Ладно, хорошо, что мы имеем. Три фиолочки и одна Статтрек. Ну, грубо говоря, четыре фиолочки. Поэтому поехали дальше, ребята. Дальше нас ждут гамма-кейсики. Гамма-кейсики должны выдать что-то интересное. По моим ощущениям, если он уже дает фиолку, то в гамме может храниться что-то вкусное, ребята. Но что вкусное, хер его знает. Мы пока не знаем и понятия не имеем, что может быть. А может вообще ничего не хранится, потому что Габен, он такой, ребята. Ладно, продолжаем, продолжаем, ребята. 5-7 неистовый даймю. Блин, черт подери. Где же лут-то, Габен? Где же мои гамма-доплеры? Где же нажи-то? Где же новые ножики, Габен? Из гамма-кейса новые ножики должны же вылетать, Габен, ты же меня слышишь? Но нет, Мак-10 плотоядный, перекрывает все мои желания, ребята, выбить здесь что-то невероятное, интересное и вкусное. Вот гад, а, вот гад, Габен. Ну что ж такое-то? А, ладно, продолжаем. Продолжаем, не расстраиваемся. И, ооо, да! Револьвер Р-8 перезагрузка, ребята, является первой фиолетовой пушкой сегодня. Невероятно. Ну, мне кажется, дикое пламя сейчас дергает просто гамма-кейс во все дырочки мыслимые и немыслимые, дорогие друзья. Да, потому что продолжает сыпаться синька, ребята. Ах, сука какая. Ну, ладно, зато контракты поделаем разные, это интересно. Но, блин, ребята, я расстроен. Я расстроен то, что гамма не выдает гамма-интересный, гамма-вкусный нож. Сука! ССГ-полет, ново-экзо, ребята, все это, в принципе, логично, одноразово. И такое мы уже видели, точнее, многоразово. Типа ново-экзо падает, ну, реально, очень много, очень много раз. Так же, как ледниковый покров, ребята, кстати, хороший паттерн, посмотрите, ярко-синий такой, да? Ух ты! Бау-бау-бау! Хороший паттерн, хороший. А скинодрочеры могут подрочить, в принципе, на такое, ребята, я не знаю. В общем, паттерн вкусный, паттерн вкусный, реально, он яркий. Да, ребята, видимо, дикое пламя дергает гамму, потому что у гаммы уже почти не остается шансов. Только если сейчас выпадет розовое какое-нибудь, либо красное, тогда это, конечно, перекроет все наши фиолетовые с дикое пламя, с дикого пламени. И хрен его знает, ребята, даже статтрекса видов не может прикатиться к нам. Да, ребята, последний шанс для гамма-кейсов у нас остается. Давай, давай, натираю, натираю ножик, натираю ножик, давай, 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 габенчик. Давай, натираю же, натираю. Ну, не дотер, ребята, не дотер. Не дает нам габенчик, габенчик хитер, ребята, не дает нам что-то вкусное. Ладно, это еще не все, ребята, как я и сказал. У нас есть еще вариации открыть интересные, крутые, крутые наклейки, ребята. Сегодня и сразу же выпадает фиолетовое. Давайте, кстати, посмотрим, сколько фиолочек выпадет в наклейках. Это реально интересно. Давайте теперь спарим наклейки с кейсами и посмотрим, будет ли у нас везение, будет ли у нас сегодня череп или что-то подобное. Наклейка Reds Roll All, ребята. Let's Roll All, это не то, что я хотел бы. Череп, черепа жду, черепа жду. Я опять воодушевлен черепом, ребята. Я уже на Драгонлор на свой наклеил череп, поэтому мне теперь хочется новый, потому что можно припихуящить его, например, на вой, кстати говоря, ребята. Вой и Драгонлор будет у нас тогда с черепом, но это слишком губа раскатанная, потому что череп очень дорогая наклейка, очень редкая наклейка, но зато интересная. Welcome to the clutch, ребята. Welcome to the clutch выпадает нас. Welcome to hell. И, блин, что-то одна фиолочка пока, ребята. Да, правда, что-то у Вальви я не знаю, ребята. Не падает, не падает реально какая-то херня. Не знаю, сколько это будет длиться. Nice shot, отличный выстрел. Прикольная наклейка, кстати, прикольная. Ее можно куда-нибудь припихуячить. Я думаю, оно нормально будет смотреться, но что-то мало, кстати, кто-то... Мало кто клеит эти наклейки почему-то. Мне вот нравится наклейка, не знаю, может быть, куда-нибудь ее приклею. Любитель цыпочек, ребята. Блин, вообще никакого намека на розовые наклейки, ребята. Вообще никакого намека. Это очень странно. Это очень странно, Габен. Это несправедливо, Габен. Слышишь, понимаешь, это как минимум несправедливо. Ты обязан выдать нам что-то интересное, но он выдает нам наклейку металл. Черт подери. А остается всего лишь три капсулы, ребята. Такое напряжение растет, вы чувствуете? Я очень хочу что-нибудь розовенькое, но Габен отталкивает меня нахер. И говорит, удачи тебе. Ну, может быть, с этим пожеланием удачи мы реализуем свои два шанса и выбьем череп, ребята. Нихера себе, нихера себе. Все очень близко, все очень близко. Чувствуете? Банан, говорит тебе, Габен. Даже не вот такой вот глупый банан, сука, а обычный, синий, не очень банан, ребята. И это мне не нравится. Это мне не нравится. Блин, черт подери, я не знаю, что делать со Стимом, но Стим что-то как-то не выдрючивает нам вообще абсолютно нихрена, ребята. Одна фиолетовая наклейка. Ну, что ж за хуйня-то, а? Прошу прощения, извините за выражение. Ладно, давайте, ребята, давайте дрючить вот таким вот образом. Давайте сделаем с вами контракты. На контракты у нас есть много всего интересного. Сделаем вот так вот, поставим просто точечку и надеемся на что-то интересное. Макс 7 притарианец, ребята, маленький засранец выпадает нам. Идем дальше. Просто хладнокровно накликиваем все это дело. Хладнокровно накликиваем все вот это, вот это, вот это, вот это, вот это вот говнецо. И, соответственно, пробуем смотреть, что же будет дальше. Савидов в центре внимания, ребята, выпадает. Новый Савидов. Дальше идем вот сюда. Мы можем с вами сделать, наконец, розовую. И, кстати, из новой коллекции розовую. Давайте, давайте это реализуем. Мне кажется, ух ты, а здесь можно сделать путешественник. Подождите-ка. Подождите-ка, друзья. Подождите-ка, друзья. Ладно, вот так вот сделаем. Новая коллекция Аук Путешественник. Подождите-ка, друзья. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, а здесь Картисейра. Здесь Скоростной Зверя. Десерт Игл Элитное Снаряжение. А здесь, 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 здесь. Посейдон. Нет, Посейдон не будет. Бенгальский Тигр. Картисейра. Скоростной Зверя. Элитное Снаряжение. Черт подерел. Ладно, давайте вот так вот сделаем. Ребята, интересный контракт на розовое у нас пошел сейчас. Это просто невероятное что-то, мне кажется. Должно быть, должно происходить. Но неизвестно, конечно, что Габен нам покажет. Поехали, ребята. Что же выпадет? Может выпасть путешественник? Не забывайте! И выпадает какой раз, сука! Императорский Драгон! Почему не Десолейт Спейс, я тебя спрашиваю, Габен? Почему? Все. Я высказался. Значит, я высказался. И тут добавить, добавить абсолютно нечего, дорогие друзья. Чего у нас там? На розовую что-то есть, ребята. А здесь у нас что? Здесь топливный инжектор. Можем, кстати, контракт такой плюсовой с вами сейчас захуячить. Давайте сделаем это. Давайте сделаем это, друзья. Давайте сделаем это. Огонь Чантико Сутанубиса. Ах, была не была. Нахер ты мне нужен, ребята! Короче, шансы на топливный инжектор, шансы на Сутанубиса, либо огонь Чантико, и, соответственно, пустынный повстанец, маленький засранец, либо механопушка. Такое ощущение, что выпадет механопушка со всей вероятностью. Ребята, посмотрите, какие у нас контракты. Если вы еще не поставили лайк, ребята, это важно. Это надо поставить лайк. Посмотрите, сколько у нас сегодня интересных контрактов. Ну, а мы делаем его! И выпадает нам повстанец, маленький засранец. Дорогие друзья, какой немного поношенный повстанец, маленький засранец нам выпадает, ребята. Лучше бы выпал, конечно же, топливный инжектор, но, тем не менее, это лучше, чем механопушка, которая является абсолютным говном и очень бесит. Тысяча семьсот пятьдесят рублей. Да, контракт вышел дороже, но зато мы с вами получили какое-то удовольствие. Надеюсь, вы получили удовольствие. Ну, а мы продолжаем наше открытие и идем на сайт. Поехали! Ну, что ж, друзья, сегодня мы попадаем на ксгохэппи.ру, где будем дрючить. И вы дрючите, ах ты, сука, кому-то повезло. Скин кейбра килл конферн получил пацан пилюльку. Так, короче, значит, мы попадаем и начинаем дрючить. Две тысяча семьсот двенадцать рублей у нас, ребята. И, соответственно, надо действовать. Надо действовать сегодня. Не знаю, как буду действовать, блин, с шансом, либо без... Гамма. Я буду действовать с шансом. Я буду действовать с шансом, ребята. Гамму я еще не открывал здесь, поэтому давайте попробуем пооткрывать гамму. Гамма есть, в ней много вкусного. И да, детка моя! Да, маленькая моя! Продолжаем открывать! Вы чувствуете, да, какая херь? Вы чувствуете, да, какая херь? Я, значит, выбиваю что-нибудь в стиме. Потом я выбиваю это же что-нибудь где-то, ребята. И такое поставить... Так, вот это... Да? Я в стиме тоже это выбил? Посмотрите, работает. Работает так, но это говно не то, что я хотел. Так, ладно, давайте пока гамму оставим. Давайте посмотрим тайны. А также сделаем 30% к шансу. Второй раз без 30% к шансу. Блин, это же очень важно, ребята. Это же очень важно, понимаете? Тенденция какая. Но не неоновый гонщик мне! Так, хорошо. Сделал плюс. И уже этот плюс, ребята, реализовал, так сказать. В пустоту, можно так сказать. Поэтому давайте уберем шанс. Попробуем без шанса. Теперь открыть тайны. Черт подери. Черт подери. А ведь я так, я так, я так жажду. Я так... Да сука ты какая, а? Так, это, это не то, что я хочу. Это, это не то, что я хочу, господи. Ребята, вот порадовался. Вот называется порадовался. Где мой маленький? Где мой злой? Вот он мой маленький. Вот он мой маленький. Давай, маленький. Папа здесь. Папа здесь. Папа вскрывает. Папа любит. Папа любит тебя. Папа вскрывает тебя. Давай ножик мне. Вот керамбит мне. Нет, это тоже хорошо. Это тоже... Спасибо. Вот так вот надо ее втаблять. Вот так вот поношенные, ребята, азимов. А что, они подорожали, что ли? Так, вот это мне радостно. Вот это мне радостно. Оставляем к шансу. Давай, мальчики, давай. Давай, подкрути мне какой-нибудь нож. Тигр. Тигр мне, пожалуйста. Тигр или, блин, я даже не знаю, керамбит. Вот, вот этот, вот этот. Да, мальчики. Сука, так и знал, а. Так вот постоянно мне прилетает мимо, ребята, и не то, что нужно, выдает. Давайте вернемся в гамму теперь. Что у нас там по балансу? Баланс еще есть, поэтому можно вскрывать. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, гаммочка. Гаммочка, дай мне. Дай мне сил гамма. Дай мне. Не тег. Не тег, ребята. Делаю плюс, и тут же ухожу в минус. Делаю плюс, и тут же ухожу в минус. Не, ну плюс хороший. Плюс хороший уже, как бы, поэтому я уже окупился, поэтому можно сейчас насиловать как угодно. Поэтому оставляем к шансу. Оставляем к шансу, и наборчик шумора. Давай-давай, подкручивай мне что-нибудь. Подкручивай мне нереальный эпик. Нереальный. Сука, ну вот почему ты такой-то, маленький? Почему ты такой-то? Почему вот, давайте два шанса. Давай, маленький. Давай, Азимов же выпал. Подкрути мне какой-нибудь нереальный. Дикий. Дикий просто. Нездоровый. Ага. Так, подождите, ладно. А что, Азимов меня ограничил, что ли? Азимов меня ограничил, видимо. Да ладно, давайте гамму. Давайте гамму. Также к шансу, ребята, оставляем шанс. Оставляем шанс. Ведь работал шанс, ведь. С первого раза работал. И вот сюда. Что-то, ребята, как-то так. Как-то так, ребята. Не, ну два плюса вообще дичайших, хороших плюса таких было. Ну, давай повторим. Давай повторим. Где-нибудь, где-нибудь. Вот сюда. Господи. Ведь я нарушил традицию. Ведь я нарушил традицию. Ведь я нарушил традицию. Я не открыл засекреченное. Боже мой, что я наделал. Ладно, не будем очковать. Давайте 10% к шансу, ребята. И будем смотреть, что мы там наполучали, ребята. Примем предметы. Ёлки матриол. Во, 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 во. Ладно. Ладно, и такое бывает, ребята. Такое случается. Есть там что? Есть там что? Есть. Я не могу остановиться, сука. Я не могу остановиться. Здесь 94. Здесь 75. Здесь 75. Здесь 70. Почему у меня 70, а не 71? Почему у меня 71, а не 75? Господи. MLG. Во. Вот что. Давайте мне MLG какую-нибудь наклейку. Эпичную. Эпичную наклейку MLG. И я буду просто счастлив. Нереально. Это что за... Почему она отдельного цвета? Нави. Э. 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 2015. Она дорогая должна быть. Стикер. MLG. Каллан 2016. Там написано 2015 или... Ладно, короче. Все. Все, ребята. Все. Все прекрасно. Все прекрасно. Все прекрасно. Мы получили плюс. Нам сказали, иди-ка ты нахер. Отсюда ты плюс уже получил. Все. Я понял. Привет, Шимору. Сможешь ли ты объяснить? Зачем людям так много скинов? Вы же их не носите. Так много выбрал, чтоб точно прочитал. А ответ на твой вопрос простой. Коллекционирую. Коллекционирую. Чтобы были. Понимаешь? Чтобы любоваться ими. Я могу в любой момент поменять свой скин и наслаждаться им в игре. Понимаешь? В этом есть прелесть большого количества скинов. Ты его меняешь. Наслаждаешься им. Тебе он надоедает. Ну, человек же такая скотина. Ему часто все, ну, что-то надоедает быстро, да? То есть, ему хочется больше, интересней там и прочее, прочее. Ну, и, соответственно, как бы вот я такая же скотина. То есть, если у меня надоедает мне какой-нибудь скинчик, я, соответственно, легко этот скинчик меняю на что-то другое и бегаю с чем-то другим, ребята. Так, 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 где ты? Где ты, маленький? Какого хера ты, блин, незабранный? Какого хера? Вот это вот вообще меня подколол. Почему наклейка этого цвета была другого цвета? Эээ, сейчас перефразирую. Почему именно эта, сука, наклейка была серая, а все остальные красные? Это для меня странно и останется загадкой, ребята. Разгадать ее будет, наверное, очень тяжело. Так, принимаем азимов. Я не знаю, почему азимовы подорожали в то время, как удары молнии, ребята, подешевели. Херь какая-то происходит. Поношенная, ребята, поношенная. Две тысячи рублей. Я помню, после полевых, по-моему, он стоил две четыреста или две пятьсот. Это странно все, это все странно, это все, это все гейбовские проказы. Вот смотрите, да? Охеренно. Охеренно просто. Две одинаковых пушки. Дальше что у нас здесь? Здесь у нас, ну, довольно не очень состояние азимов, но, тем не менее, это тоже прекрасно. Ну что ж, друзья, вот такая вот у нас битва сегодня состоялась. Я бы не сказал, что прям супер успешно, но было интересно, на мой взгляд, могли и выбить череп. Ладно, будем ждать и смотреть, когда у гейба начнет вести, дорогие друзья. Ну а вы предлагайте ваши варианты открытия на следующий выпуск, желательно битвы какие-нибудь. Ладно, можете предложить и кейсы. В общем, в любом случае, спасибо вам огромное. С вами был Шуморо, и мы увидимся на новом выпуске. Всем пока и удачи.